Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сейчас, в августе месяце, об опаде яблок. Август, сентябрь – прекрасное время для осенних яблок. Антоновка – вот такой старорежимный сорт, старинное дерево Антоновки. Очень вкусное, очень полезное, ароматное яблоко для различных целей. Однако, очень часто можно увидеть и услышать жалобы садоводов на обилие опада и вопрос, что же с ним делать. Давайте разбираться. Во-первых, конечно, обилие опаданок свидетельствует о том, что яблони требуют ухода. И яблони, и груши, другие фрукты, сливы – это лишь означает, что садовод еще не очень хорошо ухаживает за своими растениями. Вот здесь дерево, которому, ей-богу, больше 50 лет. Это точно. Конечно, оно уже старое, у него где-то отслаивается кора, оно очень давно не обрезалось. И, конечно, вот это количество паданок, большое, которое здесь имеется, образуется, они гниют, бродят, образуется этот вот запах такой бродючей вина. И на него слетаются осы, мухи, разносят инфекцию. Все это, конечно, очень плохо, поэтому садоводы жалуются, ведрами собираем, спина ноет, пот с глаз течет, паданки эти собираем, собираем, и куда-то надо очень далеко уносить, закапывать и так далее. Итак, самое важное в борьбе с паданками – это не допускать их образования. Надо как следует обрезать деревья. Пускай деревья будут с меньшей кроной, пусть они вам дадут меньше, но товарного яблока, именно такого, какое вы с удовольствием съедите. А не будете 80-90% этих яблок выбрасывать за пределы участка, тратя на это силы, энергию и формируя какие-то отрицательные эмоции. Итак, первое, что надо сделать, чтобы паданок не было, это как следует обрезать яблоки. Вторая причина, по которой паданки образуются, она связана с первой. Это то, что яблоня не в состоянии, или груша, не в состоянии вытянуть такой объём завязи. Ей просто не хватает сил. Поэтому своевременная как обрезка, так и подкормка, которая будет способствовать увеличению притока к яблокам питательных веществ, в полном обеспечении, будет обеспечивать питательными веществами завязей, приведёт к тому, что яблоки не будут сваливаться с этой яблони несвоевременно. Поэтому даже для таких старых деревьев необходимо делать подкормку. Луночные подкормки в полной мере соответствуют возможности подкормить это растение. Посмотрите на канале Процветок, у нас об этом есть выпуски. Следующая причина, по которой яблоки падают, это повреждение плодожоркой. Яблоня сама избавляется от повреждённых яблок. Вот посмотрите, вот это яблоко, практически здесь паданок много действительно в этой Антоновке, но здоровых паданок практически нет, они все повреждены. И очень много повреждённых плодожоркой. Вот здесь вот есть вход плодожорки, она, видите, его так искусно ещё прикрывает листочком, вот этот вот вход свой, чтобы её никто не тревожил. В итоге это яблоко падает и начинает гнить. Имейте в виду, что эта плодожорка остаётся там жить. Она выползает в землю, перезимовывает там, и на будущий год бабочка вылетит, для того, чтобы откладывать яйца и чтобы были новые вредители. Поэтому, конечно, такие паданки надо обязательно удалять. Но чтобы этих паданок было меньше, необходимо, конечно же, проводить мероприятия по защите яблони и других фруктовых деревьев от этой самой плодожорки и насекомых всевозможных вредителей. У нас также есть от квалифицированных специалистов, кандидатов наук, из Института плодоводства, есть очень квалифицированные советы по уходу за садом. Следующая причина, по которой образуются паданки, это, конечно же, болезни. И болезнь номер один – это плодовая гниль манилиоз. Вот такие яблоки мумифицированы, вот с такими радиальными спороношениями. Наверняка многим известны и слива, и груша, и вишня, и даже рябина, и яблони, само собой, страдают от вот такой вот болезни. Заражает она, как вы уже знаете, растение в период цветения, проведение искореняющих обработок, обработок препаратами райок, другими. Опять же, у нас на канале есть советы о том, как избавиться от этой болезни, как с ней бороться, с искореняющими обработками, специальными обработками и так далее. Кто-то скажет, ну невозможно такое огромное дерево обработать. Так и не делайте его таким огромным, а обрежьте его до того состояния, чтобы вы могли с ним работать, чтобы вы могли с ним его обрабатывать. Ну, оно, это огромное дерево даст вам 100 ящиков яблок. Так зачем вам 100, которые вы не съедите? Пусть вы соберите с него 10, которые вы точно съедите, которые будут хорониться, и которые будут доставлять вам радость. Поэтому, опять же, обрезка здесь является очень-очень важной. Но что же делать с теми паданками, которые уже упали прямо сейчас? Обрезка будет у нас в ноябре, декабре, там до февраля месяца резать можно хорошо яблони. Это обработки, это все вопросы будущих периодов, чтобы паданок не было. Но паданки уже упали. Самый главный вопрос, куда их девать, нужно ли их сортировать, и как с ними вообще обойтись, можно ли их компостировать, надо ли их как-то закапывать и так далее. Скажу вам следующее. Что касается советов уносить подальше от участка эти паданки, чуть ли там не сжигать, хотя как их можно сжить, ну, закапывать в ямы и так далее. С одной стороны, это, конечно, рационально, потому что вот эти вот яблоки, пораженные манилиозом, они являются источником инфекции, поэтому их убирать нужно обязательно. Но в то же время, вы, когда собираете эти паданки, вы точно не знаете, почему, ну, когда вот видите уже вот такое яблоко, то да, манилиоз отложили, вынесли, закопали. С другой стороны, все яблоки можно в кучу собрать и куда-то девать. Можно ли их закапывать непосредственно в грядку, можно ли их компостировать, что с ними делать. Скажу вам так, что вот такие вот яблони, яблоки, пораженные манилиозом, компостировать можно, но этот компост вы должны использовать не ранее, чем через 3 года после компостирования. В том случае, если вы в компост не добавляете биопрепараты. Если вы добавляете биопрепараты типа триходермы или сенной палочки, проливаете свою компостную кучу хотя бы там раз в 10-15 дней в теплое время, после того, как вы загрузили туда эти яблоки, вот этими препаратами обильно, в этом случае вы можете быть уверены, что весной вы легко можете использовать этот компост. Но, конечно, используйте его не под молодые саженцы яблони, используйте его под томаты, используйте его под капусту, под огурцы, под другие овощи, но, конечно, не под плодовые деревья. Вот и триходерма, и сенная палочка очень хорошо расправляются с этим манилиозом, с этой инфекцией в компосте и не позволяют ей распространяться. Тот же самый совет я вам могу дать в отношении закапывания вот этих яблок в гряды. Сейчас уже гряды от многих культур освободились, кто-то убрал ранний картофель, у кого-то уже огурцы отошли, кто-то раннюю капусту убрал, гряды пустые, поэтому вы можете выкапывать траншею и закладывать туда эти яблоки, но таким образом, чтобы сверху хотя бы было 10-15 сантиметров грунта. И имейте в виду, что в следующем году грунт просядет к весне, поэтому насыпайте грунта, сколько вынули, столько, и насыпайте сверху, пусть он будет немножечко с горкой. Обязательно проливайте вот эти вот яблоки уже с признаками поражения, без признаков поражения. Сливы, груши, всё, что вы собрали в виде паданок, всё это можно закладывать в гряды под овощи, но обязательно нужно проливать это как следует биопрепаратами, сдабривать азотными удобрениями, столовая ложка на квадратный метр примерно этой траншеи посыпать сверху. Ну, конечно, кто-то выроет траншею 50 сантиметров, кто-то 20. Разное количество этих яблок туда может войти, но это примерно вот такое количество, какое-то количество азота туда надо обязательно дать, чтобы усилить развитие вот этих биопрепаратов, организмов, которые всё это будут разлагать, и опять же не дать шанса сохраниться внутри этой инфекции. Кроме того, очень неплохо обработать вот такие вот яблоки перед закладкой в траншею или компост раствором железного купороса. 200 грамм железного купороса на 10 литров воды, туда же можете прибавить 3-4 столовые ложки мочевины, всё это выболтать и обильно, равномерно пролить вот эти яблочки, будь они заложены в компост или же даже в траншею. Но если вы используете такой раствор железного купороса, то в этом случае откажитесь от использования триходермы в качестве компостообразователя, ускорителя, возьмите лучше препараты сенной палочки. Они к этому железному купоросу гораздо более устойчивы. Что касается закисления почвы, если вы закладываете колоссальное большое количество яблок одномоментно под гортензию, под какие-то кустарники, ну да, в какой-то период, в момент времени, пока ещё они не разложились полностью, эти яблоки, кислотность почвы немножечко возрастает. Это мобилизует соединение алюминия того же в почве, которое есть в основном всегда, и это приводит к тому, что гортензия лучше себя чувствует, у неё даже розовые цветки могут в голубые превратиться, ну и в целом она предпочитает кислую почву. Однако же почва с этой кислотностью возрастающей достаточно быстро справляется. Ну, надо сказать, что любое разложение растений приводит к увеличению кислотности, но это не та кислотность, которую мы называем избыточной, с которой надо по какой-то причине бороться. Если у вас природно кислые почвы, то в этом случае, если это не гортензия, если это там, ну, не какие-то растения, которые предпочитают более кислую среду для своего существования, смородина, например, вы в этом случае можете также на вот эти вот яблоки прибавить примерно стакан золы или стакан мела или извести на один квадратный метр вот этих вот яблок или там примерно на 3-4 ведра яблок, если вы в траншею закладываете, заложите ещё туда стакан. Золы можно и больше, а извести и мела не больше, чем один стакан. Немножечко просыпьте с тем, чтобы немножко нейтрализовать эту кислотность под будущее вашей культуры. Однако же, ещё раз скажу, помните, что закладка растительных материалов, в том числе кислых фруктов, не повысит вам кислотность до какой-то драматично сильной уровня, чтобы это стало уже вредно для растений. Этого, пожалуйста, не бойтесь. Ну и ещё один совет вам дам в конце, для того, чтобы яблоки как следует держались и не падали, для того, что... Ведь что такое падающее яблоко? Вот здесь, где хвостик, образуется пробковый слой. И растение с помощью этого пробкового слоя как будто обрезает пуповину, соединение между материнским растением и этим плодом. И это яблочко падает. Вот если вы свою яблоню будете обрабатывать препаратами бактериальными, которые содержат ауксины, это природные гормоны растений, это препарат гулливер, это препарат, в первую очередь, препарат стимул бактериальный, содержит такие природные ауксины. Если вы будете в соотношении 1 к 100 разводить тот же стимул и обрабатывать им вашу яблоню, то вот этот пробковый слой образовываться будет гораздо позже. Яблоки не будут падать, они будут иметь шанс как следует вырасти, как следует налиться и быть очень-очень вкусными. Поэтому с начала образования завязей и до съема урожая, пожалуйста, каждые 10-12 дней вы можете обрабатывать свои яблони. Ну а вот этими препаратами, а любые сетования на то, что яблони слишком большие, слишком объемные, обработать их уже просто не представляется возможным, а эта проблема решается элементарной обрезкой. Поэтому прислушайтесь к этим нашим советам и следуйте им. Тогда у вас будет и меньше работы, и больше удовольствия от полученного результата. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok